Продолжение следует... Чрезмерное горе останавливает отделение слез. Страх останавливает отделение слюны. Беспокойство задерживает отделение желудочное. Из ряда выходящий страх возбуждает выделение пота. Влияние воли на ощущения и вообще на тело. Ньютон мог при известных обстоятельствах и без всякого усилия воли ясно представить себе образ Солнца, когда об этом думал. Мы можем прибавить здесь, что доктор Виган упоминает о семействе, каждый из членов которого мог, произвольно закрыв глаза, представить себе добровольно какой-нибудь предмет и нарисовать его на память более или менее верно. Доктор Гай рассказывает, что будучи совсем еще ребенком, отличался худобой и слабым здоровьем. И имел способность произвольно создавать себе весьма ясные видения. Я мог, говорит он, нарисовать в маленьком виде на черном фоне наиболее сложные картины. Дополнять один после другого все предметы, придавая им их настоящее очертание и цвет. В этот период воображение мое необыкновенно сильно работало во время сна, что заставляло меня видеть самое ужасное сновидение. Когда мое здоровье поправилось, я потерял эту способность произвольно создавать себе видение. Потом, с семилетнего возраста это не повторялось, несмотря на то, что при различных обстоятельствах я страдал ложными впечатлениями чувства слуха. Гетти также мог иметь произвольные видения. Один медик из наших друзей, ныне умерший, имел замечательную способность добровольно представлять себе лица знакомых ему особ или других. Так как он прекрасно рисовал, мы предложили ему нарисовать лица, которые он таким образом видел. И в 1874 году представили его рисунки в годичном заседании Лондонского медико-психологического общества. Следующий случай указывает влияние воли на нормальные ощущения. В провинции Анвер есть известный врач, который может во всякое время дня и в какой угодной части своего тела Произвольно вызвать более или менее сильные боли различной интенсивности. Он производит ее более или менее легко в различных частях тела. От суставов боль распространяется на все нижние части органа, начиная с шейной области, на всю голову. Начиная с спины, она сообщает в груди ощущение сжатия. От почек боль распространяется к животу. Но наиболее выраженное ощущение сила воли производит в ладонях рук. Во всех других частях боль исчезает. Лишь только воля, которая ее произвела, перестает действовать. Но в руках она долго остается. И она даже очень сильна здесь. Так что пациенту нужно очень сильно развлечься, чтобы он мог от нее избавиться. Нужно прибавить, что в то время, когда этот врач воспроизводит таким образом боль, пульсация сосудов гораздо заметнее в тех частях, где чувствуется боль. Воля может прямо действовать на выполнение или, по крайней мере, на подражание различным формам дыхательных движений. Вздоху, зевоте, рыданию, смеху, кашлю и чиханию. Когда эти движения не зависят от местного раздражения, они обыкновенно бывают вызваны умственными возбуждениями, которые мы изучали в главе об эмоциях. Это факт, доказательство которого нам дает Хантер. Не только в своих работах, но и в тех припадках, которые он сам испытал. У него однажды был замечательный припадок, во время которого он мог силой и волей заставить себя продолжать дышать. И в самом деле, в его биографии можно прочитать, что у него однажды была таким образом весьма опасная судорога, нечто вроде остановки биения сердца, продолжавшаяся три четверти часа, несмотря на энергичное лечение, употребленное доктором Хантером, Сэром, Джордж Бакером и прочим. Сильная эмоция была непосредственной причиной этого приступа. Во все время припадка, чувствительность и произвольные движения находились в нормальном состоянии. И Хантер мог усилием воли дышать, твердым намерением сохранить жизнь. И однако, как он говорил раньше, эта стойкость дыхания была, вероятно, безболезненна, потому что кровообращение больше не происходило. Джон Хантер наблюдал факты, указывающие на влияние воли на противоположные рефлекторные акты. Одна женщина, 46 лет, несколько лет страдала судорожной кривошеей. Когда она обращала внимание, то всегда могла предупредить судорогу больного, вызывая сокращение мускула на противоположной стороне. Этот мускул не сокращался сам по себе, нужно было, чтобы она слегка заставляла его сокращаться. Тогда он продолжал это делать, до тех пор, пока приходил вполне в состояние, в которое его желали привести. Весьма интересно, с точки зрения физиологической, разобрать, каким образом воля может при случае иметь прямое действие на сердце и гладкие мышцы. Но если даже признать это прямое действие, то оно, по крайней мере, слишком редко встречается, для того, чтобы иметь большое практическое значение. Один выдающийся член Королевского Лондонского общества, Фокс, недавно умерший, 79 лет, нам говорил, что он мог усилием воли увеличивать от 10 до 20 в минуту число ударов пульса. По нашей просьбе он сделал опыт не без колебаний, потому что чувствовал, что это было небезопасно, или по меньшей мере, потому что был убежден в том, что его здоровье могло от этого пострадать. Мы его заставили сесть и исследовали пульс, имевший 63 пульсации. Он был мягкий и правильный. Приблизительно через 2 минуты число пульсаций достигло 82. Мы спросили его, каким образом он достиг этого результата. На это ответил он нам, что ему трудно определить свойства его усилий. Но что он думает? Что они зависят отчасти от особенного рода импульса, сопровождающегося внутренней дрожью, а отчасти от действия на дыхание. Однако, так как достаточно бывает при известных обстоятельствах просто направить внимание на сердце для того, чтобы увеличить число его ударов, то нет необходимости предполагать, чтобы воля прямо действовала на сердечные мускулы. Так же, как мы говорим, она действует на волевые мускулы. Профессор Тарханов несколько лет тому назад также описал 3 случая произвольного увеличения сердцебиения, независимо от увеличения числа дыханий и эмотивного влияния. Часто цитировали случаи полковника Таунсенда, как пример влияния воли на отправление движений сердца. Вот что об нем говорят. У него была замечательная способность впадать по желанию в литургию. Сердце с силой его воли переставало, по-видимому, биться. Дыхание казалось остановившимся. Все тело было холодно, как лед. И неподвижно, как у мертвого, лицо бледнело и морщилось. Глаза становились неподвижными, стекловидными и страшными на вид. Самосознание переставало обнаруживаться. В продолжении всего литургического припадка он, казалось, терял сознание так же, как тело-живость. Полковник оставался в таком положении несколько часов подряд. После этого времени странные явления исчезали, и он переходил в свое обыкновенное состояние. При других обстоятельствах доктор Чейни, доктор Байнард и Скрайн думали, что жизнь угасла. Они уже были готовы оставить полковника, когда признаки жизни снова появились. Наблюдатели исследовали пульс. Он был, говорит доктор Чейн, достаточно заметен, хотя слаб и нитевиден. Сердце билось нормально. Полковник лег на спину и оставался спокойным в продолжении нескольких минут. Я нашел, что пульс его постепенно слабел, до того, наконец, несмотря на мое весьма напряженное внимание, я уже не мог его больше ощупать. Доктор Байнард не мог со своей стороны чувствовать малейшего движения груди, а Скрайн не видел ни малейшего пятна, произведенного дыханием на блестящей поверхности зеркала, которую он держал у рта полковника. Каждый из нас по очереди исследовал руку, сердце и дыхание. Но, несмотря на строжайшее и самое тщательное исследование, мы не могли открыть ни малейшего признака жизни. Они подождали некоторое время, и, как мы уже сказали, видя, что такое состояние не изменялось, были готовы удалить себя, убежденные в том, что полковник действительно умер, когда легкое движение тела их успокоило. Они снова начали исследовать пульс. И сердце, в которых снова нашли движение, мало-помалу полковник пришел к себе. Эта кажущаяся смерть продолжалась полчаса. Она снова произошла в 9 часов утра, после чего полковник разговаривал о делах своим поверенным. Он внезапно умер в 6 часов вечера. Исследовали тело, не представлявшее за исключением правой почки никакого следа болезни. Рассказывает о человеке, говорит доктор Дарвин, который мог произвольно и мгновенно остановить движение своего сердца. Еще говорят об особе, которое усилием воли так хорошо порождало перистальтические движения кишок, что могло заставить их действовать менее, нежели в полчаса. Наряду с этими фактами можно указать на продолжительную остановку жизнедеятельности у факиров, достоверно наблюдавшись английскими офицерами и врачами. Брэйт и Карпентер ее вызывали, и наблюдение их важно, потому что эта остановка, вероятно, зависит от усилия воли, которая концентрирует внимание на мысленном предмете и приводит субъекта в состояние жизни, аналогическое, в котором отношение в состоянии полковника Таунсендер. Брюшные мышцы, содействующие акту рвоты, во всяком случае подчиненные более или менее влиянию воли. Но различие этого акта от полувалевых актов, таких как испражнения, совсем совместно с которым его часто изучают, происходит от того, что не каждому присуща способность в какое угодно время произвести его произвольно. Это зависит от того, что некоторые из мышц, способствующие его произведению, совершенно гладкие. Бичард, по словам Ромберга, имел способность произвольно вызывать рвоту. Бичард цитирует аналогичный факт. Было бы интересно узнать, происходило ли в этого рода случаях рвота без какого-либо предварительного чувства тосноты. Мы слышали от доктора Нобла из Манчестера, который сам представляет собой пример того, что Ричард называет человеческой жвачкой. Он говорит, я принадлежу к тем, которые могут в какое угодно время произвольно выделять рвоту. И у меня этому акту никогда не предшествует ни малейшей тошноты. Я достигаю этого, втягивая произвольно диафрагму припосредствии брюшных мускулов и не чувствую при этом ни малейшего нездоровья. Примеры, которые цитируются для доказательства действия воли на сердце, желудок, пищевод, так редки, что могут самые больше быть рассматриваемы как исключения из общего правила. Причем из них нельзя извлечь никаких практических указаний. Способность, которой обладают некоторые особы, суживать и расширять зрачок по желанию, еще указывает на влияние воли на гладкие мускулы. Профессор Лейкок знал одну особу, обладавшую этой способностью. Он не говорит, было ли действие воли прямое или же происходило припосредствии представлений. Присоединим сюда рассказы о влиянии злой воли человека на других, заимствованные нами из других источников. Вот случай, рассказанный в книге «Загадочные племена» Блаватской Е.П., из которого видно, что некоторые люди одарены одни таинственно-целительные силы, другие вредно-разрушительные силы. Этот случай был очень недавно, и его все помнят в Нильгири, в Индии, Англо-Индийским Бара-Саабом, негде встречается с полудикими грязными куррумбами, племя, славящееся своим дурным глазом, как только в лесу, то есть из десяти раз девять во время охоты. Мистер Ка, как мы назовем героя этого происшествия, поехал на охоту с несколькими приятелями, несколькими шикарями, и многочисленными прислугами. Прислугою убили слона, и только тогда заметили, что забыли взять с собой особенные для вырезывания клыков нож. Решили, оставив животное под присмотром четырех бадак охотников, чтобы охранить его от диких зверей, самим отправиться затракать в соседнюю плантацию. Оттуда Ка должен был вернуться часа через два за клыками. Программа нетрудная и казалась совершенно удобоисполнимая. Несмотря на это, не успел Ка вернуться, как нашел одно маленькое затруднение. На слоне сидело человек десять курумбов, которые усердно работали над клыками. Не обращая внимания на сановника, они ему хладнокровно объявили, что так как слон убит на их земле, то они считают как его самого, так и его клыки своей собственностью. Действительно, их землянки оказались в нескольких шагах отсюда. Понятно, как должен был быть взбешен такой наглостью высокомерный англичанин. Он приказал ему братья, пока они целы, иначе он прикажет людям разогнать их нагайками. Курумбы нагло рассмеялись и продолжали работу, даже не взглянув на Бара Сааба. Тогда Кэ закричал слугам, чтобы они прогнали карликов силой. С ним было человек двадцать охотников в полном вооружении. Сам Кэ был рослый, красивый мужчина лет тридцати пяти, известный своим цветущим здоровьем и богатырской силой, столько же, как и своей вспыльчивостью. Курумбов было еле десяток, почти голых и без всякого оружия. Четыре бадага, оставленные при слоне, конечно, разбежались в отсутствие прочих при первом требовании Курумбов. Казалось, было более чем достаточно трех человек, чтобы разогнать хищников, карликов. А однако же приказание Кэ осталось без последствий, ни один человек не пошевелился. Все стояли дрожа от страха, позеленевшие с понуренными головами. Несколько человек, в том числе прятавшиеся в кустах бадаги, бросились бежать и исчезли в лесной чаще. Мулы Курумбы, покрывшие словно букашки труп слона, глядели на англичанина, смело оскалив зубы и как бы вызывая его на действие. Мистерка окончательно вышел из себя. Прогоните ли вы наконец этих бродяг подлые трусы, зарычал он. Нельзя, Сааб, заметил седой шикаре, нельзя. Это нам верная смерть, а не на своей земле. На сердитое воскресание, поспешно слезавшего с лошади слона. Возь курумбов безобразный, как воплощенный грех, вдруг вскочил на ноги на голове слона, стал, кривляясь, прыгать на ней, скали зубы и щелкай ими, как шакал. Потрясая уродливой головой и кулаками, выпрямившись во весь крошечный рост, мала курумб обвел злыми сияющими, как у змеи, впалыми глазками присутствующих и покричал, кто первый дотронется до нашего слона, скоро вспомнит нас в день своей смерти. Ему не видать новой луны. Угроза была, впрочем, напрасна. Слуги чиновника словно превратились в каменные извояния. Тогда взбешенный К, перехлистав на пути толстой на гайкой правых и виновных, бросился с проклятием на Курумбу и схватил его за волосы швырным далеко от себя на землю. А остальных, которые сцеплялись как вампиры за уши и клыки мертвого слона, было воспротивились, он переколотил на гайки и разогнал их в одну минуту. Уходя, они остановились в шагах десяти от К, который затем принялся сам вырезать клыки. По словам его слуг, во все время операции они не спускали с него глаз. Окончив работу, К, отдал клыки людям отнести домой, а сам уже было собрался занести ногу в стреме, когда его взгляд снова встретился со взглядом побежденного им старшины Курумбов. Глаза этой гадины произвели на меня впечатление взгляда отвратительной жабы. Я почувствовал буквально тошноту, рассказывал в тот вечер за обедом собравшимся у него гостям. Я не мог удержаться, добавил он дрожжи и отвращения в голосе. Я ударил еще несколько раз на гайкой. Карлик, лежавший до того времени неподвижно в траве, на месте, куда его бросил, быстро скошил на ноги, но, к моему удивлению, не убежал, а только отошел немного далее и продолжал смотреть на меня, не спуская глаз. Напрасно вы не удержались, заметил кто-то. Эти уроды редко прощают. Карл схохотался. В этом меня уверяли и шикари. Они ехали домой, точно приговоренные к смерти. Глаза боятся, глупый соеверный народ. Им давно следовало открыть глаза насчет этого глаза. Знаменитый змеиный взгляд возбудил во мне только боли и аппетиты. И он продолжал смеяться над суеверием индусов во весь остальной вечер. На другое утро под предлогом, что он очень устал накануне к, вставший, как и все в Индии, очень рано проспал далеко за полдень. Вечером у него сильно разболелась правая рука. Старый ревматизм заметил, он через несколько дней пройдет. Но на второе утро он почувствовал такую слабость, что еле мог ходить, а на третий день совсем слег. Врачи не находили у него никакой болезни. Не было даже лихорадки, а одна непонятная слабость и какое-то странное утомление во всех членах. «Словно меня влит свинец вместо крови», говорил он знакомым. Аппетит, возбужденный в его мнении змеиным взглядом, разом пропал. Больного стала мучить бессонница. Не помогали никакие усыпительные средства. Здоровый, как бык, румяный атлетический кап превратился в четыре дня в скелет. На пятую ночь, которую он проводил по обыкновению со дня охоты с открытыми глазами, он разбудил домашних и спавшего в соседней комнате врача громким криком. «Прогоните эту грязную гадину!» кричал он. «Кто смел впустить ко мне это животное? Что ему нужно? Зачем он так смотрит?» Собрав последние силы, он швырнул по направлению ему одному видимому предмета тяжелый подсвечник и попал в зеркало, разбил его в дребезги. Врач решил, что у больного начался бред. Ка кричал и стонал до самого утра, уверяя, что видит перед кроватью ног побитого им Курумба. К утру видение исчезло, но мистер Ка стоял на своем. «То был не бред!» еле лепетал он. «Карлик как-нибудь прокрался. Я его видел во плоти, а не воображении». На следующую ночь, хотя ему было еще хуже и с ним сделался действительно бред, он не видал более никого. Врачи ничего не понимали и решили, что «То был один из многочисленных неуловимых видов болотистой лихорадки в Индии». На девятый день укройтнялся язык, а на тринадцатый день он умер. «Если сила сила соеверного воображения убивает в назначенное время глупого бедняка, то какая же эта сила убила неверившего ни во что богатого и образованного джентльмена?» «Странное совпадение», ответит нам, «простая случайность». «Все возможно». «Только уж слишком много таких случайностей в летописях нильгири, что они сами собой не представляли странного более самой истинной явления. Пусть неверующие прежде пораспросят серьезно таких старожилов на этих горах, как генерал Морган и другие очевидцы, и только затем делают свои заключения. Наивная теория, что одна грязная и отвратительная наружность Курумбов, внушая этот общий, разделяемый всеми племенами туземцев страх, отворяет широко двери суеверию, очень неудовлетворительно. Многие из Кхотов и Эрларов и даже Бадагов столь же грязные и часто отвратительные тех, кого они так страшатся. Если бывали случаи, когда люди умирали вследствие одного воображения и страха, то ведь нельзя и не следует превращать исключение в непреложное правило. А в том и главная задача, что по сознанию многих англичан не было еще случая, что у попавшей под змеиный взгляд рассерженного Курумба туземец, особенно Бадаг, остался цел и невредим. Одно в таких случаях, по их словам спасения, отправиться в первые три часа после встречи с Тоддом к Тоддам, также обладающие замечательными психофизиологическими знаниями индийское племя, считающееся среди туземцев добрыми колдунами, и молить о помощи. Тогда, если Тиралли даст на то согласие, всякому Тодде легко выманить яд из-за травленного глазом человека, но горе тому, кто находится после глаза далее, нежели на трехчасовом расстоянии от Тодды, или, если последний, посмотрев на сглаженного, почему-либо откажется выманивать яд. В таком случае больному грозит верная смерть. тот факт, что Тодды всегда вылечивают, если раз возьмутся за то, и что сглаженные, от которых они отказываются, всегда умирают, доказывают, что это не пустое поверье. Как объяснить такую странность? Само собой разумеется, что господа ученые и скептики всегда легко выйдут из этого затруднения. Они, например, скажут, что самый заявляемый нами факт не только еще не доказан, но что его совсем нет. Так они поступали в отношении ко всякому заявляемому не ими открытию. Так поступают и теперь касательно гипнотических и мессмерических феноменов. Для них самое неправдоподобное, но истекающее из научного якобы источника гипотезы всегда будет милее всякой истины. если она не освещена их одобрением. Это ничего, что их гипотезы почти всегда только в теории бывают весьма научные и красивы, но что на практике и примененные к фактам они натыкаются на них как на рок-дилеммы и обыкновенно разбиваются об него в дребезги. их действительно каждый раз когда простому голому факту приходится заявлять о себе они он встречается сперва И борется с мнением влиятельного большинства Заносчивого пропорционально своему самомнению и глупости Но когда дело доходит до борьбы с официальной наукою То лучше ему разум откланяться и до поры до времени исчезнуть Иначе все жрецы ее, все нахватавшиеся верхов Все консерваторы, рутинеры Все это поднялось бы горой за попранные права Академии И факт был бы прогнан в область бабьего суеверия, галлюцинации Да гестероэпилепсии, стиль Чаркот Невзирая на такой прием в продолжении многих лет Измены было факты снова всплыли как потопленный труп на поверхность Житейского моря И заявили о себе громче прежнего Так громко, что даже многие из серьезных людей науки Увидели себя вынужденными призаняться ими Но не станем забегать вперед Было на свете много таких необъяснимых Или скорее необъясняемых нашими учеными истин и фактов От которых только пресса еще следует в этом раболепно тому классу ханжей науки О которых доктор Шарко говорит с таким заслуженным презрением В книге доктора Ришера Отворачивается с трепетом напускной брезгливости И бежит от них как нечистая сила окладана Бывают однако случаи, когда и нашей саркастической прессе Приходится нехоть взглянуть неприятному факту в лицо И даже серьезно призаняться им Это случается каждый раз, когда вследствие так называемого Суеверного страха перед колдовством Оба чарами какой-нибудь одной личности Целая деревня сжигает ее, как ведьма или колдуна Тогда законности ради и для удовлетворения общего любопытства Газета начинает распространяться о грустном проявлении Столь печального и непонятного суеверия в нашем народе Такой случай был года 3-4 тому назад в России Когда судили и оправдали целую деревню Человек 60, если не ошибаюсь За сожжение старой полуумной бабы Возведенной мужиками-соседями в достоинство ведьмы Таким же неприятным вопросом Пришлось призаняться недавно и мадраска печати Только наши гуманные приятели-островитяне Оказались менее снисходительными, чем русские присяжные Человек 40, Курумбов и Бадагов были в прошлом году повешены Всем памятна ужасная трагедия в Нильгирийских высотах Происходившая в деревне Эбанауда Всего в нескольких милях от Утакаманда Заболел у старосты ребенок и стал медленно умирать Так как уже было несколько таинственных смертных случаев в течение прошедшего месяца То и болезнь ребенка была тотчас же приписана Бадагами змеиному взгляду Курумба Староста в отчаянии упал в ноги суду, то есть подал жалобу Над ней англо-индийцы хохотали три дня А Монегара прогнали суда в шею Тогда бюргеры Бадаги решились на самосуд Сжечь всю деревню Курумбов до последнего человека Они умоляли одного Тодда идти с ними поджигать Без Тодда ни один Курумба в огне не сгорит, ни в воде не потонет Такое уж у них поверье, их в противном не уверишь Собрав совет, Тодды согласились Сопровождаемые одним Тоддом Бадаги отправились И вот в одну темную ветреную ночь они зажгли разом лачуги карликов Ни один не спасся По мере того, как Курумба выскакивал, Бадаги бросали его назад в пламя вилами Убивали топорами Спаслась только старая старуха, спрятавшаяся во время смятения в кусты Она и донесла Арестовали много Бадагов И с ними Тодда, первого преступника С основания уйти из этого племени Но им не довелось повесить его Накануне смертной казни он неизвестно куда пропал А человек 20 Бадагов успели умереть от распухших животов в тюрьме Точно такая же драма разыгралась года три назад в Катагире Напрасно защитники и даже правительственный адвокат Настаивали на смягчающих обстоятельствах Глубокой вере всех туземцев в колдовство и совершаемое над ними безнаказанно Курумбами зло Они требовали, если не помилования, то хоть отменения смертной казни Все оказалось тщетным Закон, который всего 200 лет тому назад приговаривал ежегодно столько тысяч колдунов и колдуней К костру и пытке До сих пор здравствует в Англии Он остается без употребления Но до сего дня еще не отменен Когда является необходимость вроде желания удовлетворить самодурную публику В лице Ханжея и таких атеистов, как профессор Ланкастер Наказав американца медиума слеяда То этот древний закон вызывается из пыли забвений И применяется к неповинному ни в чем, кроме непопулярности, преступнику Но в Индии этот закон бесполезен Он мог бы даже сделаться вредным, напротив, показав туземцам Что было время, когда их владыки разделяли их суеверия Такова сила общественного мнения в Англии Что перед ним пасует даже закон Чему приписать, например, тот странный факт Что между дикими племенами голубых гор Которые никогда и не слыхали про наших русских ведьм Существует во всех подробностях От заклинаний в устах русских знахарей До особенной фармацевтики Составов зелий и прочее Совершенно те же по вере Какие находим и в русских деревнях Те же, как по духу, так и по букве, суеверия Мы открываем в английской, французской, немецкой, итальянской, испанской Как и в славянских народностях Латинские расы подают руку славянским Аарийские и туранские Семитам в их общей вере в магии и чары В ясновидении и предвидении В злых и добрых духов В древних, средневековых и современных ведьм Называя эти по вере тождественными Употребляя слово в его буквальном, а не в относительном смысле Это уж не просто вера или суеверие в колдовство В его общем, отмеченном смысле А экземпляры одного и того же издания международной науки С ее неизменными законами, формулами и так далее В их применении на практике